Добрый вечер, уважаемые жители нашего поселка! Наша встреча сегодня посвящена тому, что я должен ознакомить вас, рассказать, что мы планируем делать в 2019 году, конкретно по разделам и ЖКХ, и благоустройства, и какие виды у нас есть еще на будущее. Итак, давайте начнем с ЖКХ. Жилищно-коммунальное хозяйство сегодня является приоритетом. Это наши с вами удобства, это тепло, это вода, это стоки. Все это должно работать нормально, чтобы у нас как можно было меньше проблем. Зимний отопительный сезон 2018-2019 годов завершается. Я должен сказать, без особых ЧП мы его заканчиваем. Стабильность в работе жилищного коммунального хозяйства наблюдается. Срывов больших не было, небольшие они есть и так далее. Все это связано уже с износом всей инженерной инфраструктуры. Что мы планируем? Значит, смотрите, в ближайшее время у нас будет ремонт ЦТП-67. Это стены, которые уже не в совсем удовлетворительном состоянии. Это кровля, которую мы будем делать с металл-профиля на 67-й ЦТП. Значит, потому что проектная смертная документация уже есть. Далее мы будем делать кровлю на нашей канализационной станции. В прошлом году мы провели полную модернизацию, полностью заменили оборудование. Все это удовольствие нам обошлось в 28 миллионов рублей. Сегодня надо делать кровлю и думать о ремонте внутри помещения. Далее мы сегодня рассматриваем и утверждаем план ремонта на летний период, то есть подготовки системы ЖКХ к новому отопительному сезону. По договоренности с управляющей компанией, которая у нас есть, СИПТЭК, поставляет нам тепло, мы график утверждаем, и после окончания сезона они начинают сразу вести работы. Параллельно мы ведем работу, я еще раз вам хочу сказать, по поводу передачи системы ЖКХ в концессию. Над этим мы работаем. То есть, грубо говоря, сегодня прикид на летние ремонтные работы в сфере ЖКХ ориентировочно у нас составляет 15 миллионов рублей. Точно цифру мы назовем после окончания отопительного сезона. И я говорю, параллельно мы ведем работу о передаче всей системы ЖКХ в концессию. Еще раз поясняю, почему и зачем. У нас сегодня есть готовая документация по ремонту инженерных сетей, по ремонту ЦТП-ушек наших, но денег, скажем, бюджетных на все, естественно, не хватает и никогда не хватит. Инвестиционная программа, которая уже сегодня делается с СИПТЭКом, она в сумме составляет около 350 миллионов рублей. Все эти деньги будут вложены на модернизацию системы ЖКХ в нашем поселке. Для чего это нужно? Значит, это будет стабильность в работе всей инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Это будет гарантия того, что мы всегда с вами будем с теплом, с водой, и никаких ЧП у нас не произойдет. Второй момент, на чем я бы хотел остановиться, это благоустройство. В каком направлении мы здесь работаем? Значит, у нас есть два проекта по благоустройству придомовой территории. Это Мира 60, 60, друг, один. И есть проект на Листвянскую 17, Листвянская 13, 15 и БВ-12, группа домов. Стоимость проекта 5 миллионов 600 тысяч. Значит, мы его должны в этом году начать, мы его должны реализовать. Далее. Значит, по наказу депутатов, которые есть у нас, да, это улица Листвянская, дома берем 21, БВ-18, вот этот внутренний двор, там вопрос стоит полностью заменить тротуары новые, заасфальтировать вход в подъезд, расширить дорогу, положить новое асфальтовое полотно. Мы на это запланировали в своем бюджете 2 миллиона 300 тысяч рублей. Плюс еще по благоустройству ямочный ремонт у нас 1 миллион 300. И у нас есть еще дома, которые без тротуаров. Допустим, Листвянская 33 и Коммунистический 14. Это те дома, которые давно у нас стоят на очереди, как депутатские наказы. Далее. Благоустройство пятых дробей. Я имею в виду это лавочки, я имею в виду это урны, я имею в виду посмотреть вопрос озеленения. Вот это тоже стоит у нас на очередь, запланированы деньги в нашем бюджете. Далее кранирование, посадка деревьев будет продолжаться, деньги в бюджете запланированы на этот год. По благоустройству поселка у нас обслуживала компания Волково, да. Плюс обслуживание, плюс выкашивание, плюс сбор мусора и утилизация его у нас в год уходила 6 миллионов рублей. Эта же сумма осталась на этот год. На этот год. Если вот так вот рассматривать, все вот это благоустройство, оно у нас в бюджете должно быть 17-18 миллионов рублей. Деньги сегодня есть. Отдельной статьей я бы хотел сказать, над чем мы работаем, и определенные деньги уже заложены в бюджете, это аллея боевой славы. Если жители помнят, мы пытались несколько раз делать что-то. То парк хотели делать, возле церкви садили деревья. Была вторая попытка посадить, посадили, ухаживать не ухаживали, и в принципе деревья у нас ничего не принялись, благоустройство не пошло. Наш парк мы будем дальше развивать в этом году. За парком, естественно, в сторону продолжения коммунистического, мы запланировали аллею боевой славы. Значит, разговаривать хватит, надо конкретно делать к 70-летию победы, по максимуму, чтобы она была построена. Проектно-сметная, есть документация, там у нас 24 миллиона 200 тысяч. Есть государственная экспертиза. Когда был визит губернатора сюда, мы обращались к нему, чтобы порешать, помочь нам этот вопрос через сибирский антрацит. Буквально вчера я отправил письмо по просьбе сибирского антрацита, значит, по оказанию помощи в строительстве. Вот данной аллеи боевой славы. То есть, у нас движение пошло в этом направлении. Сибирский антрацит готов участвовать в строительстве аллеи боевой славы. Я считаю, это будет наиболее знаковое событие в этом и в следующем году, которое объединит нас с вами в плане и военно-патриотического воспитания наших детей, и в плане осознания своей значимости каждого из нас с вами для нашего государства. Далее, следующий раздел, на чем я бы хотел остановиться, это реализация ТАССЭРа, значит, на территории нашего поселка. Значит, по реализации ТАССЭРа нам по линии ЖКХ выделено 23 миллиона. У нас инвестиционная площадка номер один возле лыжной базы. Инвестиционная площадка номер два – это на ВЭС северная его сторона. Я не иду обездную дорогу. Значит, 13,5 миллионов из этой суммы будет направлено на проектирование подстанции. Подстанция будет, планируется у нас, вот это газовое хозяйство, если ехать на ВЭС, да, вот в этой стороне, там уже огороженная стоит территория. Парадокс заключается в чем? Что вроде бы электроэнергии у нас везде много, а мощностей свободных сегодня в Ленёво нет. Поэтому будет построена в следующем году, в 2020, подстанция мощностью 6,3 мегаватт с возможностью расширения до 15. И от неё мы будем двигаться, тянуть линию на инвестиционную площадку номер один и номер два. И наличие вот этой свободной электроэнергии, над чем мы сегодня работаем, да, позволит всё-таки привлечь на территорию и другие производства. Мы сегодня работаем уже с шестым инвестором. Вчера буквально мы опять встречались, разговаривали. Май и июнь – это защита инвестиционного проекта на совещании будет губернатора, где они будут защищать его, да. Это мелкий и средний бизнес, рабочие места от 30 до 100 человек. На сегодняшний день у нас, да, пойдёт уже шестой инвестор. Я считаю, это неплохие показатели, которые есть сегодня. Если уже так честно говорить, у нас по России 319 моногородов, 47 где-то смогли защитить и получить статус территории, опережающей социально-экономического развития. Из этих 47 в половинах, ребят, только что-то движется и строится. В остальной половине пока таких вещей нет. Вторая составляющая по ТАСЭРу – это договор наш с Министерством транспорта. Нам в этом году выделено 19 миллионов по дорожным вопросам. Принято решение. В этом году мы делаем только проектно-сметной документации. Полностью будет реконструкция улицы Весеннюю со строительством тротуара. Выход на дорогу, которая идёт в Листвянку. И от неё на заводское кольцо. От заводского кольца в сторону Сипантрацита будет полностью реконструирована дорога. И здесь посёлки мы будем строить к инвестиционной площадке номер один. Это где поворотная гимназия. Вот мы соединим в сторону лыжной базы. И внутри участков тоже будут дороги построены. То есть по транспорту в этом году проектно-сметная, на следующий год строить. Я считаю это правильно, потому что пока делаем проектно-сметную, уже август месяц. Потом строим, бегаем, суетимся и так далее. Далее. По ремонту домов через фонд модернизации. Мы в прошлом году отремонтировали или сделали кровню на парковую 3 и 5. Они были у нас в ужасном состоянии. Плюс там был общий котёл по электроэнергии. Значит, сделали разводку, провели в каждую квартиру. Каждый поставился счётчик и заключает договор с энергосбытом, чтобы от этого колхозного принципа уйти. Потому что управляющая компания платила за свет, плюс неплательщики. 500 тысяч в месяц мы платили за вот эти вещи. Теперь пусть каждый оплачивает. Далее. На этот год у нас запланирован первопроходцев дом 9 двухэтажка. Ремонт кровли, который уже, конечно, давно было сделать. И хочу сказать, есть дома, которые у нас стоят на 35-й год, на 38-й год. Но их надо делать сегодня. Поэтому мы составляем акты, отправляем в Министерство ЖКХ. Комиссия рассматривает и принимает определённые решения. Ну, по 9-му доме первопроходцев принято решение включить его в капремонт на этот год. Итак, наши действия администрации, участие по программе ТАСЭР, участие по программе «Комфортная городская среда», участие в других программах привели к тому, что, я уже могу сказать смело, мы в этом году бюджет посёлка увеличим привлечением вот этих денег где-то на 55 миллионов рублей. То есть, участие в этих программах даёт определённый положительный результат. Администрация в этом плане работала, мы и дальше будем работать. Дальше, по платежам. Много было разговоров, значит, по приёму платежей и так далее. Значит, на сегодняшний день, буквально в среду, по-моему, уже те первые платежи через личный кабинет у нас прошли. И Головашков мне утром доложил, что там всё нормально, первые платежи идут, вопросов никаких в этом плане нет. И что-то такое и так далее. Теперь дальше. Я хотел бы остановиться, да, по поводу управляющих компаний, где у нас не совсем нормальная ситуация. Значит, хочу сказать, я сравню сегодня просто, МУП беру, да, когда мне говорят, а что убирать и так далее. Люди же обращаются, наши жильцы, да. Тариф на текущее содержание жилья. Значит, у МУПа он на сайте есть, управляющий, каждой компанией он должен быть. Читаю. Уборка придомовой территории 2,88 с квадратного метра. Вот такой тариф, да, скажем, не тариф, а расшифровка тарифа, плюс ещё калькуляция, она должна быть в каждой управляющей компании. И когда сегодня УСПХ говорит, мы убираем только по стенам и так далее, открываю картину, откуда всё произошло. В 2013 году мы провели межевание и к каждому дому прикрепили территорию. Тогда налоговая инспекция сказала, данная территория будет облагаться налогами на каждого жителя. Это дополнительные расходы. Поэтому была рекомендация, мы её исполнили, мы по границе дома сделали, да. Но это не освобождает управляющую компанию от того перечня минимального работ, который сегодня, извините меня, утверждён постановлением правительства о 3 апреля 2013 года. И внесли изменения и в 2018. Поэтому, когда господин Кузнецов бегает, трясёт бумагами, вы с него запросите минимальный перечень, вы с него запросите расшифровку тарифа, за что с вас берут деньги, да. И пусть он отчитается тогда. И вообще, как управляющая компания, он должен отчитаться, куда они тратят деньги. Я хочу сказать следующее, конечно, по УСПХ. Они сегодня банкроты. У них в течение года было 54 судебных дел. Значит, 50 только в качестве ответчика. У них было 46 миллионов долгов, сегодня 44. Это в свободном доступе. Каждый может зайти, посмотреть и задать вопросы господину Кузнецову. Я понимаю, что ему сегодня нужно есть, кушать. Ему нужно получать зарплату. Нужно получать зарплату зятю. Нужно получать зарплату детям и так далее. Что они сегодня делают? Они сегодня, учитывая, что УСПХ такая мощная компания, в кавычках, проводят собрания и переводят дома к зятю господина Кузнецова. Это оптима такая фирма. Сегодня ходят, проводят собрания и дурят наше население в этом плане. Отчего это надо? Надо уйти оттуда, перейти сюда и дальше продолжать собирать деньги, а с мотивом, в принципе, ничего не делать. Их 33 человека, штатная численность. Вот в этом официальном документе, который есть у приставов. И представьте себе, 3 с лишним миллиона собираются денег. Только по текущему содержанию жилья. Поэтому я ничего не хочу наговаривать лично. Хочу сказать, в первых, каждая управляющая компания на сайте должна иметь всю информацию. Она должна быть в свободном доступе. Каждая управляющая компания должна исполнять минимальный перечень, который утвержден правительством. И каждая муниципальная компания должна быть подконтрольна жителям тех домов, которые она обслуживает. Мне сегодня интересна позиция дома. Это 4-й микрорайон, 14-й дом. А 4-й микрорайон, 5-й дом. Они, в принципе, сегодня сами управляют домом. Они сами управляют придомовой территорией. То есть они заинтересованы в том, чтобы там действительно было чисто как со стороны управляющей компании убиралось, так и самими жителями поддерживается порядок. Это то, к чему мы сегодня стремимся. Мы сегодня много говорим об общественном самоуправлении. То есть товарищество общественное, то есть ТОСы так называемые. Вот эти товарищества, которые должны сами взять на контроль дом, его обслуживание, значит, следить за управляющими компаниями. То есть самосознание или сознание, скажем, вот этих жителей домов, оно действительно уже на уровне, скажем так, общественного самоуправления. Мы, конечно, к этому должны стремиться с вами все. Управляющая компания любая подотчетна жителям, гражданам. И они все это должны делать. То есть описано в минимальном перечне. Поднимите договор с управляющей компанией, посмотрите расшифровку тарифа, там все заложено. Ну и надо, я хочу сказать, ими управлять и ставить их в ответственное положение. Администрация сегодня не может этого сделать. Почему? Потому что договора с управляющей компанией есть собственниками. Мы не являемся собственниками жилья. Вот чем вся загвоздка. И все построено именно так. Собственник, управляющая компания. Управляющая компания, собственник. Администрация, естественно, от поступающих обращений наших жителей. Мы пишем в ГЖИ, и то ГЖИ уже не принимает. Ну, в прокуратуру пишем и так далее. А сегодня установка такая. Должны обращаться собственники. Поэтому вот таким вот образом. И в плане, конечно, хочу сказать, мы благоустройством занимались, будем заниматься. Значит, та дорога, которая в прошлом году делалась с подрядчиками коммунистически, она не сдана. Значит, 7,5 миллионов мы ему не оплатили. Там есть у него ряд замечаний. Как будет тепло, май, он должен устранить их. После устранения замечаний будет проведена оплата. Поэтому, если вы увидите, что весной, где в прошлом году проводился ремонт, дороги будут работать, там не совсем, не везде соответствует качество уплотнения. Поэтому надо будет слой снимать и по-новому накатывать слой. Ну, места там есть определенные. Вот таким образом отстоят сегодня дела. Значит, по обращению наших граждан в пятницу каждый прием я веду. Вопросы, которые есть, естественно, мы рассматриваем. Значит, решаем их в меру своих полномочий. Вот. И если уже дальше говорить, да, по управляющим компаниям. Интересно мне муниципально или нет? Да, конечно, неинтересно. Муниципальная управляющая компания требует вложения бюджетных денег в том плане, что согласно 131 закона администрация отвечает за то, чтобы дома обслуживались и были в управляющих компаниях. У нас, пример, одна управляющая компания, которая здесь отказалась от домов двухэтажек. Ну, скажем так, что там 16 квартир. Какие сборы по текущему содержанию? Отказалась от Листьянской 17 общежития. Там огромнейшие долги. Весенняя 5, первопроходцев 3, 5. Куда я их дену? Вот мы это все собираем и отдаем муниципальную управляющую компанию, чтобы они работали. И мы не можем допустить, опять согласно же 131 закона, чтобы дома не обслуживались. Чтобы дома как раз были обеспечены всеми теми услугами, которые есть на территории рабочего поселка. А с точки зрения, конечно, проще, если это вошки. Они сами по себе действуют, живут и так далее и тому подобное. Но без муниципальной мы не можем обойтись, потому что мы должны четко быть на контроле и подхватить те дома, от которых отказываются управляющие компании. Они сейчас у нас еще не все пристроены, дома там. Есть обслуживание, но управление. Мы сейчас проводим этапы голосования, чтобы отдать их под управление. На этом все, что я хотел сегодня сказать. Хотел, конечно, пожелать нам с вами всем удачи. Чтобы то, что мы запланировали, администрация доделала. Чтобы жители действительно посмотрели то, что мы делаем. Советы критиковали, подсказывали. Мы все готовы принимать. И еще самое главное. Вот мы запланировали детскую площадку 60 мира и 60 дробь 1. Дом обслуживается УСПХ. Мы запланировали расширение территории строительства асфальта. БВ-18, Листьянская, 21, внутри домовая. Обслуживается УСПХ. Я вот сейчас сижу и думаю. Да, люди ни при чем. Мы построим это, да. Опять же, станут вопросы. А кто потом снег будет убирать? Управляющая компания опять будет бузить. Есть у нас вариант по Листьянской 17 детскую площадку. Там УЮ-сервис готов обслуживать. Вот эти вопросы, мнения бы, конечно, они тоже очень интересные. Что очень интересно. Я понимаю, что мы не виноваты жители. Ну, вот то, что запланировано, вызывает, конечно, определенное недоразумение. Если мы сообща поставим управляющую компанию на место, то будем каждый год вот эти вещи делать. У нас по Листьянской там еще Листьянская 25, там БВ-20, 22, 26, 28. Там три двора еще такие же. Мы ее, в принципе, закрываем всю. Там 37 дом и 33. Это тоже, если в год вот так уделять, по две территории, да. Мы за два года закроем все эти вещи еще. Субтитры сделал DimaTorzok